Уставшие, но не изможденные лица суровых русских мужчин. Они обычные работяги, вырвавшиеся на свежий воздух. Действие происходит зимой где-то в российской глубинке. Именно зимние пейзажи покорили сердца жителей Поднебесной. На выставке российских художников «Один пояс, один путь» в Харбине таких работ большинство. В Китае очень популярны работы Шишкина, Репина. Россия и Китай находятся недалеко друг от друга. Наверное, поэтому в культурном плане мы многое заимствуем у России. Тем более, что уровень искусства и живописи в России очень высок. Быт обычного русского человека, зимние и осенние пейзажи, сбор урожая, русскую живопись в Китае очень любят. Картины разлетаются, как горячие пирожки. На выставке было представлено более сотни работ 60 художников. Несколько картин продали в день открытия экспозиции. Компания «Арт-1917» подобные мероприятия организуют уже несколько лет. Но экспозицию такого масштаба впервые. «Компания была образована в 1999 году, но до 2015 года мы занимались распространением только китайской живописи. В 2015 году создался сайт по продаже русской живописи и началось тесное сотрудничество с русскими художниками». Примечательно, что компания работает не только как галерея, но и как сайт по продвижению и продаже картин. Художник может предложить свою картину компании, разместить ее изображение на сайте и ждать покупателя. Есть и другая схема. Компания сама выкупает картину и предлагает ее поклонникам живописи. В любом случае художник ничего не теряет. Комиссию за свои услуги «Арт-1917» взыскивает с покупателя. «Сегодня благосостояние обычного жителя Китая значительно выросло. Люди стали богаче. Теперь у них есть возможность покупать предметы искусства. Особенно нравятся картины русских живописцев. Все картины мне очень нравятся». Выставка приурочена к 19-му съезду Национального конгресса Коммунистической партии Китая. «Эта выставка посвящена самой главной программе Китая в мировой экономике во всем мире. Это их драйвер. Это один пояс, один путь. Та программа, которую в 2011 году возгласил Си Цзиньпин. Собственно, наши страны объединяет много. Это старинная дружба со старых времен. Очень много торговых, экономических, культурных, политических связей. Мы две великие державы. И один пояс, один путь – это не только развитие экономики, это еще и развитие культуры, потому что без культурных взаимоотношений очень тяжело понять друг друга». Съезд состоится 18 октября. Он проходит раз в пять лет и является важным событием в политической жизни Китая. В масштабах страны от 40 избирательных субъектов будет избрано 2300 делегатов. Так, политика, экономика и искусство в этот раз образовали один пояс, один путь. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.